В честь праздника государственного флага Украины национальностяк подняли на самом высоком флагштоке Харькова на проспекте независимости. Губернатор Игорь Райнин подчеркнул, что желто-голубой прапор стал символом единства, вокруг которого рождается новая солидарная украинская нация. Губернатор Игорь Райнин подчеркнул, который сделал свой свой выбор, выбор на пользу свободной и независимости, сильной украинской страны, которая стоит того, чтобы ее защищать. Именно поэтому сегодня мы можем с гордостью проголосить. Харьков – это Украина. Харьков – это развитие перспективы, а не руины и занепы, которые всегда будут с собой агрессии. Губернатор Игорь Райнин подчеркнул, что желто-голубой прапор стал символом единства, вокруг него рождается новая солидарная украинская нация, для головной громадянской ценности и патриотизма реальных штрафов. Государственный праздник страны, посвященный флагу Украины, официально учрежден в 2004 году и отмечается ежегодно 23 августа. Прошедший четыре концлагеря 91-летний Игорь Малицкий говорит, для него украинский флаг – это больше, чем просто символ. Я украинец, моя батьковщина – Украина, поэтому я желто-блакитную ленточку и ношу, хотя тут хай подняла вся Москва, Московия, как так ветеран надел желто-блакитную ленточку. Это моя держава, это мой прапор. Я тут живу, я тут родился. Украина сейчас развивается семимильными шагами. Что было до этого, где-то была армия. Огромное сине-желтое полотнище ко дню флага и 25-й годовщине независимости Украины разместили на фасаде Харьковской облгосадминистрации. Флаг размером 29 на 12,5 метров будет висеть над входом в Дом Советов до конца праздников. Мы подумаем, посоветуемся с архитекторами. Есть у нас такая задумка, но это предварительно, чтобы флаг Украины именно таких размеров все время украшал здание Харьковской областной администрации областного совета. В Харькове совпадает день флага с Днем города. Это очень символично, потому что именно Харьков, Харьковская область стала таким опором агрессии российской и выступает определенным форпостом для всей Украины.